Аж 5 и атака. О, опять хочешь? Давай, приходи. Так, у нас Рудик Макарян победил. И опять прям рвется в бой. Расскажешь нам, как у тебя партия проходила. Кстати, оно как-то получилось. Неплохо у тебя, да, сразу? Ты сделал один свой ход хотя бы? Что? Один свой ход сделал. Микрофон, пожалуйста. Кони А3 был, наверное, не знаю. Так, ну что было так, Д4? Ну, какая-то странная подготовка. Потому что, по идее, я должен был вообще даже близко не успеть. Но так оказалось, что, в принципе, доставщик, который должен был мне доставить еду, он опоздал. Причем он опоздал сильно. Поэтому, ну, пока я сидел там. Ты сидел и готовился. Да, мне было делать нечего. Я решил подготовиться. Да, ну это я видел, что он так играл. Опять тоже, да. Ну, я не знаю. По-моему, куча партий тут, в принципе. Ветка достаточно крепкая за черных. Но я как-то хотел, чтобы у меня было и лучше, и чтобы я и материала не отдал. Что, в принципе, не так просто в этом варианте. То есть, ФС2 ход, ну, основной, как бы. Не берусь сказать, насколько правильный. Да. Слон Д2. Да, Ферзем надо бить теперь, чтобы на Б5 иметь ФЖ5 ход. Классно, кстати. Хорошая идея. С6, А4. Матная та же идея. В5, ФЖ5. Да, Хунь Е4. Ну, как бы, основной ход ФФ4. Но после ФБ6. А ФБ6, как мне кажется, все-таки стоит ходить. Потому что иначе у Белых получше ни за что. Ну, как бы, куча сложных вариантов. Но, реально, они все там хода 3-4. И, как бы, даже если их не запомнить, то, мне кажется, найти их все, в принципе, можно за доской. Ну, можно и просто знать, в принципе. Поэтому я решил в ФС1 пойти. Ну, в принципе, мне кажется, он просто ход посильнее в целом. Да, в ФС1 хорошая идея. Ну, как бы, пока рано этой идеей назвать. Все-таки тут куча партий была. Да-да, Конь Д6. Конь Д6, да. Ну, тут основная ветка. Там, я уже не помню, рокировка или Конь БД2. Кстати, не меняет. Там, условно, рокировка, Б5. Конь БД2 там. Ну, да, да. Ну, я как бы должен Б3 отдавать. У белых, наверное, получше, так. Достаточно неприятное поясство, у черных. Но, что-то, мне материала было жалко. И, как-то, я хотел, ну, как бы, с равным количеством фигур покатать. Вот. Ну, не ладья дойдет, наверное, Б3, но сути не меняет. В общем, это сложное поясство, которое, наверное, у белых получше. Но, у черных лишнее. Мне это не нравилось. Да, ну, вот Конь Е5, я наткнулся на эту идею. Ну, как-то, в скорости я ее увидел. Ну, теперь идея в том, что, как бы, если черные делают просто рокировку, то, по-моему, я тоже делал рокировку. И я уже просто за бесплатно съедаю пешку на С4. И у меня, ну, давление какое-то, в принципе, меня устраивало. Ну, да, такая приятная позиция. Первый мне явно лучше играть. Да, у меня лучше, но, как бы, еще важно, что пешек поровнует. То, что я хотел. Ну, да. Да, да. Ферзь Б6 – это правильный ход. Но, как бы, не из той идеи, которую сыграл соперник. То есть, Е3 я смотрел еще. Я еще удивился, что он так быстро сыграл Ферзь Б6. Я думал, ну, что, знает, что ли, что такое. Там одна партия, как бы. Он там шахматы бросил. Вот тут мне подготовка такая летит. Да, но, видимо, он все-таки не знал. Ну, тут, как бы, надо на С5 ходить. Но, когда я смотрел на позицию, мне казалось, что С5 не очень хочет ходить. Потому что, ну, смотришь, ну, конь С4, конь С4, Ферзь С4. Ну, как бы, СД на С8 висит. А так мы на С5 вроде съели. Ну, что-то не хочется туда идти. На самом деле, тут порядок у черных. Можно рокировку сделать. Ферзь С5 там, эта пешка отыгрывается. Она там буквально через... Ну, да, конечно. Да. Но, что-то мне интуитивно казалось, что не очень хочется туда идти. С другой стороны, мне кажется, еще меньше хочется идти в С6. Ну, явно, белые это готовили. Ну, и, как бы, позиция еще такая разбалансированная. Все, играть очень тяжело. Ну, и она и плохая, наверное. Да, конь С4 надо бить. Ну, это, как бы, такая микроловушка была, на которую я рассчитывал. Ферзь Б2. Рокировка. По-моему, были еще партии. Да, да, есть партии. Ферзь А1, да, вот кто-то побил. Даже не помню, кто. Палас какой-то. Против, короче, Мара, кстати. Ну, точнее, Кошмар как раз побил. Он на этом турнире участвует. Да, но, по-моему, черный играет. Ну, неважно. Да, да, да. Ну, как раз черные побили на А1. Да, ну, это ошибка грубая, мне кажется. Ну, опять же, Ферзь все-таки сильнее двухладей. Это, поиск, еще одно доказательство этого. Да, Ферзь Б3, это я еще знал. Я, правда, оценку не помнил. Я помнил, что после Б5, который сделал ей черный. А вот здесь Б5? Нет, Ферзь А1. А, Ферзь А1. Ферзь Б3, да, вот Б5. Еще, да, я помню, что, типа, плюс 3 там или плюс 2. Ну, да. Да, думаю, ну, окей, лайк. Вот. А какая там есть черный делает нормальный ход? Я не помнил. Ну, наверное, там лучше убил. Насколько, я не знаю. Пусть будет столбец. Ну, так и есть. Даже строка. Даже строка, ну, окей. Но я не помнил ничего особо. В принципе, мне кажется, и не надо. Да, у тебя выигранная, это не обязательно. Да, аркировка. Ну, тут надо было выбрать, куда к нему пойти. Ну, на А3 ты отлично выбрал. То есть, у тебя же хорошо пошел он на Б6, там на Д6. Мне кажется, да. На А3 лучшее поле. Ну, я не думаю, что прям какая-то большая разница. Ну, Д2, А3 разницы точно нет. Ну, на С3 понятно проходит. Есть разница на самом деле. Здесь мы койм, койм Д2. Допустим, ферзь Б5. Ой, ферзь Ф1, спустя. Ну, королем, наверное, я не знаю, Б5. Ну, это явно не проходит, а Б... А, как бы А4, да. А4, да. И у меня как бы ферзь должен блокировать пешку. Мне как-то не хотелось этого. Мне хотелось, чтобы у меня койм стоял. Ну, я проигранно все равно, но... Ну, да, кстати, это логично. Койм А3 как-то покрепче смотрится на будущее. Ну, не то, чтобы покрепче. Просто я решил, чтобы койм С3, как бы... Койм Е4 у меня еще есть идея. Да. А, точнее, ой, спустя, койм Д2 у меня койм Е4 с идея. А она не узнает, потому что койм НС-5 абсолютно бесполезен. А на С4 койм как бы попадает... Да, он классно там заходит. Особенно на Д6 он отлично зашел, потому что на Е6... И на Б6 тоже. Ну, как бы там, как-то койм на шестую горизонталь попадает. В принципе, там партия... Ну, шахтная часть ее заканчивается. Койм С4. Б5, да. Ну, тут в целом Койм Д6 тоже точный ход. Ну, трудно что-то посоветовать. Чёрным... Ну, конечно, бить на Б2 не надо было, возможно, в этом посоветовать. Но здесь, да, тут, конечно, уже все тяжело смотрится. Как бы не бить на Б2, тогда С5. А если не С5, то как бы хуже. Ну, как бы, а где ошибка тогда? Ну, да, кстати говоря. Ну, если обычные два нуля, условно говоря, делаешь... Нет, ну, тогда Ф6 не надо ходить. Может, сразу два нуля... А, ну да, то есть Ф6-то странно смотрится вообще. Нет, ну, во-первых, Б2 идея была. Допустим, Ф6 тут... Ой, не Ф6, аркировка, извиняюсь. А, не Ф6, аркировка? Ну, да, вот мне тоже интересно. Я вижу, у черных просто ни за что хуже. Ну, как бы, а так не должно быть. Все-таки вариант-то неплохой. Да, то есть, тем более, если делаешь ход Ф6, то ты как бы понимаешь, что ты будешь бить на Б2, иначе смысл ходить на Ф6. Да, я тебя понял. Это принципиально именно, что, как бы, он просто не смог оценить, что после Ф1 там реально это почти безнадежно. Может быть, он тут хотел просто назад вернуться, там, Ф4? Можно, мне казалось, что в этом как раз-таки может быть моя проблема. Честно говоря, пешка на Ф6 такая убогая, что я могу просто даже... Ну, я по-разному могу, допустим, даже Ф2-Ц2. Нет, нет, понятно. Тут у тебя еще и кони отлично заходят по тем же самым полям. Черные-то совсем с развитием отстают. Ну, пешка Ф6 еще, а фротистик, все портит. Да, ну, он побил на А1, ну, я не знаю. Мне кажется, там по-разному можно было проигрывать черными, в принципе, после Ф1. Ну, там соперник Владея А6 выбрал. Окей. Да, слон Д7, слон Х3. В белом еще ничего придумать не надо, то есть... А тут еще, кстати, был такой интересный ход БА, там... БА, слон Е6, А что ли? Король А8. Ну, КОНЕ ВСИ. Король Живой себе. Да, это я видел, но, по-моему, как-то выигрывал я. Да, тут есть выигрыш, как Ф3-Ц3 вот тут. А, да, Ф3-Ц3. А, то есть ты это видел, да? Ну, тогда вообще никаких проблем, да? Нет, ну, с другой стороны, что тут видеть? Я просто съедаю, там, нападаю и через год опять съедаю. Ну, как ни странно, там не такой большой выбор, как эту позицию усиливать. То есть я посмотрел, тут реально только через Ф3-Ц3 можно ее по-другому не... Ну, я видел это, но, как бы, мне кажется, что особого значения не имею, честно говоря. Ну, да. Ну, то есть реально моя игра, там, я напал КНД6, напал СЛНХ3, ну, я вот напал, съел потом, ну, еще съел. Ну, в общем, фигуры там закончились в итоге у черных. Так, ну, в итоге побил, побил. Да, ладья А7, наверное, надо, иначе КНД7, АБ, ЦБ, КНД5. Ферзь Д5. Ну, кстати, Ферзь Д5 такая, неточность, небольшая, скорее. Ну, интересный момент, я, честно говоря, думал, что по шахматному сильнее пешку А5 не съедать, а как-то сразу заходить, там, КНД6, может, я не знаю. Ну, нет, ну... Ну, в отношении я не был уверен. Ну, как бы, я думал, что, ну, если я с ним пешку А5, то он сдастся. Ну, соответственно, я могу, там, потратить полчаса, там, найти выигрышку от ладьи, или могу, там, за 2 минуты съесть пешку А5, и он сдастся. Ну, не сдался, но, в принципе, ну, окей. Да, потому что пешка А5, там, реально, ну, любыми способами съедается. То пошел же 6, там, КНД4, ну, КНД2, А5, ой, А4. Ну, еще и съел, допустим. Ну, еще, может, Ладья А1 пойти, но я ее съедаю, там, Ферзь Б4, Ферзь С3, там, КНД3 я ее съедаю. Да, даже сразу КНД3 можно. Да, да, КНД3 я вот думаю пойти, но мне кажется, Ферзь С3 удачнее, потому что есть... Ну, да, 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 зачем лишнюю тактику вычитать? Ну, в общем, он отдал сразу пешку, ну, как бы, без разницы. Да, ну, тут, мне кажется, еще и сразу какое-нибудь качество съедаю. Ну, в общем, совсем грустно. Ну, честно говоря, без этого, то есть, он выигрывает абсолютно любой ход. Но я еще и материал съел. А, да, и ты вот так зашел, очень красиво все заходишь. Ну, в общем, какая-то странная партия, я вроде ничего особо не сделал, но с другой стороны, так, подготовился к партию. Ну, видишь, подготовился, хорошо. Да, подготовился, это вроде уже успех. Это не на первом ходу, да? Ну, я тут не смотрел, там, это я сделал. Ну, да, ну, конечно, хорошая партия, но в целом... Да, этой партией даже я доволен. Не, ну, молодец, отлично, правда. Ну, спасибо, тогда завтра приходи к нам еще. Возможно, традиция у нас такая будет. Я повторюсь почаще помню. Давай, давай. Все, удачи завтра. Спасибо.